Что ж, прошел конкурс таланты у нас в нашем Крымском полуострове и сегодня у нас в гостях один из членов жюри, который расскажет, что же там было. Итак, Денис Карлов, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Доброе утро! Доброе утро, маэстро! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Замечательно, очень хорошо, бодренько. Не смутил ранний подъем? Нет, нормально. Обычно музыканты имеют такой совинный образ жизни, вечером концерты, а утром поспать. Совершенно верно, потому что даже сегодня у нас в Севастополе 18.30 открытие абонементного сезона в библиотеке имени Толстого. У нас там такой камерный зал, интересно, мы там открываем сезон, мы уже в Симферополе открыли, в Евпатории открыли, и вот сейчас сегодня едем в Севастополь. Но у нас сегодня тема, в первую очередь, это, конечно, ваше участие в жюри самого крупного, самого яркого мероприятия, наверное, на нашей медиа-арене. Это шоу-конкурс «Таланты», где вы были в жюри. Расскажите, пожалуйста, каков общий уровень участников, вот как музыкант-музыкант? Ну, уровень, скажем так, нормальный уровень, я бы так сказал, дело в том, что это уже был непосредственно уже конкурсный день, да, а перед этим еще были просмотры, кастинги, искали. Причем у нас, получается, там три номинации, то есть и оригинальный жанр, и вокальный, и танцевальный жанр. Ну, как-то так старались распределять, чтобы по всем номинациям поровну были выстроены участники. Но, тем не менее, действительно есть очень интересные исполнители. И, знаете, вот можно так сказать, что вот еще в советское время проводили такие большие смотры, да, вот даже молодежные там самодеятельности выискивали, действительно, таланты. Вот множество выдающихся действительно исполнителей, народных артистов из Советского Союза и России, они были найдены с помощью вот такого способа именно поиска талантов среди вот детей, которые вот именно увлекаются чем-то, занимаются. И это очень здорово. Среди них даже, допустим, Евгений Мирошниченко, да, тоже вот так совершенно было найдено случайно. Вот у него был интересный, яркий голос, да, даже та же Галина Вишневская, да, и исполнители. То есть это касалось абсолютно всех номинаций и направлений. Вот, и, конечно, вот даже, вот сейчас я помню, был один интересный тоже, много было интересных участников, но вот один среди них, это был вот участник из Черноморска, я помню. Действительно, вот мальчик, ему там чуть больше 10 лет, но у него совершенно замечательный голос. А что он исполнял? Я уже не помню точно какое произведение, вот, но, как правило, все исполняли эстрадное произведение, направления такие были, да. Классики не было никого, к сожалению, вот, потому что, вот даже я этому парню прям сказал, вот, при всех, что стоит обратить внимание на другую чуть-чуть, да, то есть более серьезный уже, да, вид искусства, который, и потому что, ну, меня обычно, моя интуиция редко подводит, мне кажется, у того парня будет действительно большое, может быть, большое будущее, если он обратит свое внимание именно на этот жанр искусства. Или в 10 лет начинает заниматься музыкой? Нет, не поздно. Если, допустим, это не касается таких специальностей, как скрипка, виолончель, фортепиано. Тогда поздно. Ну, да, вот для этих специальностей, да. А если касается, допустим, вокал, нет, тут даже, я бы сказал, наоборот, слишком рано тоже не очень хорошо, потому что в определенный момент происходит мутация голоса, и голос совершенно меняется. Если вы обучились, учились пению, там, с, допустим, 8-9 лет, то потом вы учитесь заново, потому что у вас полностью структура всего голосового аппарата, она абсолютно изменяет. А вот после 20-ти можно на вокал пойти? Пожалуйста. И даже может быть какой-то результат. Ну, для девушек надо спать. Будет, будет результат. Серьезно? Да, я вам больше скажу. Если у вас мужской голос, допустим, низкий голос, бас, допустим, да, или баритон, то чем позже вы начнете петь, тем дольше вы пропоете. Да, вы что ли? Да, так еще говорила моя профессор Галина Станиславовна Сухорукова, выдающийся совершенно мастер вокала, который выпустил лучших, наверное, и басов, и вокалистов, да, еще в Советском Союзе. Вот, ну, это действительно так и интересно. А любому человеку можно голос поставить? Ну, если у вас грамотный, хороший педагог и есть природные способности, то, в принципе, можешь попытаться. Вот, хотя, опять же, природная, вот почему и говорят, что поиск талантов, потому что есть вообще такое понятие природная постановка голоса. Вот человек становится, открыл рот, и у него звук полился, и все. Почему? Да, ну. Он может тратить годы, годы, и ничему не научиться. Почему? Господне провидение, тут ничего не скажет. Совершенно верно. Скажите, а танцевальный какой-нибудь номер запомнился вам? Да, танцевальных номеров тоже было много, много хороших. И тут даже, вот мы даже с коллегами, даже уже были в растерянности, потому что, действительно, много интересных было детей. Причем, вот даже, вот у нас были списки, и мы, вот, было, вот, буквально, я помню, человека 4, одного возраста, вот, 8 лет. И они все совершенно разные. Но, с другой стороны, ты понимаешь, вот, у этого ребенка это качество лучше, там, допустим, у этого это, у этого гибкость, у этого легкость, у этого. То есть, собрать в одного и вообще просто. Ну, вот, как бы, да, то есть, свои сложности. Это же область генной инженерии. Да, 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 да. Супер люди. Действительно, а вот, что касается, мы с вами коснулись темы божьего таланта, одаренности. То есть, там вот именно те люди собрались, те дети, которых никто ничему не обучал, и они вот раз и проявили себя, свою природу. Ну, нет, были среди них, которые и обучаются, там, и в музыкальных школах, вот. А были нет, были, которые просто при домах культуры. Самородки. В какие-то, да, самородки, входят какие-то кружки, где потихонечку, вот, интересуются. Ну, знаете, это ты сразу видишь, чувствуешь. Если действительно, вот, ребенок имеет какие-то способности от природы. Чувствуется. Да. Вот даже, вот у нас есть большой тоже проект, называется «Одаренные дети Крыма». Вот, да, это, как бы, чуть-чуть другая ступень. То есть, мы уже смотрим с точки зрения профессионализма. То есть, вот, в том числе, вот я тоже стараюсь выискивать таких детей по всей республике одаренных, с музыкальных школ, даже там, с музыкальных училищ тоже. Кто уже имеет определенные достижения. И вот, к примеру, тоже могут представлять Крым и на всероссийском, и на международном пространстве. Вот у нас тоже был не так давно, буквально в конце августа, большой фестиваль. Вот Саша даже встречал гостей из Южной Кореи. Вот, Пак Тахван приезжал, маэстр фаллитиисты тоже приезжали. Исполнители. Друзья, Георгий, учитель, вы можете не прервать, потому что время подходит к концу нашей беседы. Единственное, что я вас не отпускаю, у меня есть несколько вопросов к вам во время перерыва. А сейчас я предлагаю перейти к фотографированию, это обязательная часть, мы вас так просто не отпустим. Большой телевизор, это наша фотозона, прошу вас туда пройти. С удовольствием. А пока мы будем двигаться, я напомню, что сегодня в студии был Денис Карлов, художественный руководитель и главный директор камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Ира, проходи, наверное, окружить маэстро со всех сторон. Камера прямо перед нами, говорим раз, два, три, цифра и улыбаемся. Раз, два, три, цифра!